Большая наука молодыми руками. Этим летом стены аудитории лаборатории ГХТУ в девятый раз принимают юных исследователей. Технические возможности вуза позволяют не ограничиваться теорией и переходить к практике. Больше двух недель 37 школьников 7-11 классов будут изучать прикладную сторону предмета. В этом году мы, как всегда, приносим новые виды новых научных проектов, поскольку те исследовательские задачи, которые мы ставим перед нашими юными школьниками, юными химиками, это те задачи, которые решает университет. Никакой речи о подготовке к ЕГЭ или углубленном изучении школьной программы не идет. На ярмарке проектов научные руководители предложили ребятам вместе углубиться в исследование определенной темы. Данил и Марины выбрали проект, связанный с синтезом вещества-красителя для медицинских нужд. С его помощью можно будет обнаружить, например, местонахождение раковой опухоли. Как уверяют молодые химики, направление это новое. Серьезных разработок в данной области нет. На самом деле, потому что ребята пришли в свои каникулы учиться, уже можно сказать, что они очень сильно мотивированы. Но опыт общения с ними показал, что они не только мотивированы, еще и очень теоретически и практически подкованы. С ними работать интересно, иногда даже страшно, они могут задать вопрос, на который приходится искать ответ. Для Данила это уже вторая школа юного химика. В прошлом году результаты своей работы он представлял в Государственной Думе. Первый раз я делал проект, связанный с очень, ну, очень интересный проект, связанный с белирубином, который является прерогативой животных обычно. Но его обнаружили в растениях, и мы вот развивали эту тему, изучали его свойства, строения, отличия от животного и так далее. В город студентов специально в школу юных химиков приезжают со всей России. Марина родом из Череповца, приехала сюда, чтобы решить, хочет ли связывать будущую профессию с химией. За неделю теоретических занятий девушка ни разу не пожалела, что проделала такой путь. В летней школе есть отличная возможность поработать на новейшем оборудовании, которое, например, у нас в Череповце такого нету. И я думаю, это отличная возможность для нас провести какие-то опыты и эксперименты. Результатом работы над проектами станет научно-практическая конференция, где ребята презентуют свои наработки. Серьезное подспорье для абитуриентов и то, что обучение в школе юного химика прибавляет несколько баллов к результатам госэкзамена. Большинство школьников планируют продолжить исследование в ГХТУ уже в качестве студентов. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Продолжение следует...